Амстердамский Аякс – легендарный голландский клуб с многовековой историей. Его футбольная академия ежегодно выпускает множество талантливых футболистов, которые впоследствии становятся легендами мирового футбола. Это топ-10 игроков, которых раскрыл Аякс. Поехали! Десятое место. Уэсли Снейдер и Рафаэль Вандервард. Два неудержимых голландца являются игроками одного поколения. Именно с их именами зачастую связывают эпоху Аякса начала нулевых. Неудержимый Раф попал в команду в 93-м году, а спустя 7 лет учебы в академии дебютировал в большом футболе на позиции центрального атакующего полузащитника. Уэсли попал в систему Аякса на два года раньше, однако дебют состоялся немногим позже, а именно в 2002-м году. Молодые голландцы громко заявили о себе в чемпионате. Наиграв свыше 300 матчей на двоих, они отправились покорять Западную Европу. В 2007-м Снейдер перебрался в Мадридский Реал, а Рафа в Германию, где стал частью немецкого Гамбурга. Оба футболиста успешно выступали за национальную сборную, однако их пути снова пересеклись в 2008-м, после того, как Вандервард перебрался в состав Сливочных, сформировав голландскую диаспору с Робином и Ванни Стелроем. 9 место. Марк Овермарс. Если бы не травмы, то профессиональная карьера Овермарса сложилась бы иначе. Будучи частью Аякса, поколение Луи Ван Галла форвард с клубом завоевал 9 трофеев за 7 лет, включая Кубок Лиги Чемпионов, Суперкубок УФА и Межконтинентальный трофей. Имея невероятную скорость и используя ее по назначению, Овермарс быстро адаптировался к футболу и за 135 матчей забил 36 мячей. Овермарса выкупил Арсенал, в котором Марк вышел совершенно на новый для себя уровень. Далее была каталонская Барселона и травма, которая поставила крест на большой карьере талантливого футболиста. 8 место. Деннис Беркамп. Воспитанник Аякса за всю карьеру сменил всего три клуба, однако именно в Нидерландах нелетучий голландец по-настоящему раскрылся и стал видной персоной на футбольном горизонте. В 81 году молодой Деннис пришел в Академию Аяксид и в скором времени дебютировал на профессиональном уровне. От сверстников его отличали невысокий рост и потрясающее голевое чутье. За семь сезонов в Аяксе Беркамп наколотил 103 мяча. Такие показатели не могли остаться незамеченными, и в 93 году состоялся долгожданный переход в Интер, который, к сожалению, так и не принес футболисту желаемого результата. А вот последующие годы в лондонском арсенале наверняка остались самым светлым пятном не только в памяти игрока, но и самого клуба, ведь заслужить прижизненный памятник у стадиона – это дано лишь избранным. Седьмое место. Кларенс Зейдорф. Зейдорф – единственный в мире футболист, который брал Лигу Чемпионов с тремя разными командами. Однако первый и самый знаменательный раз случился в тот момент, когда юный голландский полузащитник был частью Аякса, в Академию которого попал в 83 году. Трех сезонов в Эре-дивизии Зейдорфу было достаточно, чтобы влюбить в себя местную публику. Невероятно работоспособный центральный полузащитник с пушечным ударом не только выделялся на поле среди сверстников, но и был безоговорочным игроком основы. За это время он завоевал 6 титулов и провел более 60 матчей, после чего перебрался в Самдорию, а затем в Мадридский Реал, чтобы во второй раз в своей карьере стать победителем главного европейского клубного турнира. Шестое место. Эдгар Давидс. Настоящий питбуль Давидс закалялся в соровом голландском чемпионате, чтобы впоследствии стать ночным кошмаром для футболистов итальянских, испанских и английских клубов. В Аякс Эдгара привели родители. С первых игр за одесскую команду игрок показал свой бойцовский характер, который демонстрировал на протяжении всей профессиональной карьеры. Буквально выжигая вокруг себя пространство, Давидс пять лет отпахал в центре поля столичного клуба, которому помог завоевать целых 12 командных трофеев. В 96-м Давидс перебрался в итальянский Милан, и это был скорее неудачный трансфер. Однако уже в Ювентусе он заиграл новыми красками и стал одним из лучших опорников мира наравне с Дженаро Гаттуза и Роем Кином. Пятое место. Эдвин Вандерсар. Основной голкипер чемпионского Аякса в большом футболе прошел путь, состоящий из постоянных взлетов и падений. Так, после 226 матчей в футболке голландского клуба, почти двухметровый голкипер перебрался в Ювентус, за который провел всего 66 матчей. Далее последовал отъезд на туман Альбион в Фулхэм, с которым Эдвин выиграл кубок Энтертота. Ну а затем голкипер все-таки нашел свою команду. Благодаря игре за МЮ Вандерсар стал известен всему миру, ведь он был первым голкипером в истории, который в качестве вратаря выиграл сразу две лиги чемпионов в составе разных клубов – Аякса и Манчестер Юнайтед. Четвертое место. Яри Литманин. Поиграв за ряд финских клубов, Литманин перешел в Аякс и уже во втором сезоне стал лучшим бомбардиром команды. В сезоне 93-94 на счету нападающего было 26 забитых мячей в 30 регулярных играх чемпионата. Вскоре после своего триумфа Яри забрали в Барселону, в которой он задержался на два сезона. Далее была командировка в Ливерпуль, а затем снова Аякс, в котором Литманин вновь выиграл национальное первенство. Третье место. Франк и Рональд де Буре. Братья-близнецы построили фантастические футбольные карьеры. Оба выступали в составе каталонской Барселоны и оба провели за Аякс свыше 200 официальных матчей. Братья пришли в голландский клуб фактически в одно время и стали вместе причастны к самым громким победам Аякса в последнем десятилетии 20 века. Пять титулов чемпионов Эри Дивизии, два Кубка Нидерландов, Лига Чемпионов – это не полный список трофеев, которые де Буре завоевали вместе, играя на разных позициях. Стоит отдельно упомянуть, что Франк 6 лет возглавлял Аякс в качестве главного тренера и в этом ключе добился немалых успехов – от побед в чемпионате до взятия Суперкубка страны. Второе место. Патрик Клюверт. Черная Пантера к своим 20 годам с Аяксом выиграл Лигу Чемпионов, попутно забив в финале и принеся легендарную победу своей команде. Неудивительно, что поверженный в финале Милан надолго запомнил голландца и в 97 году предложил ему долгосрочный профессиональный контракт. И уже в первом матче Клюверт сотворил феноменальный гол в ворота Туринского Ювентуса. Все складывалось для Патрика наилучшим образом, но вот череда проблем, насмерть сбитый пешеход, травмы и обвинения в изнасиловании не дали футболисту шанса показать себя в Италии. Всего 27 матчей и 9 забитых мячей. Клюверт перешел в Барселону и полностью перезапустил свою карьеру, став одним из самых грозных форвардов европейского футбола. Первое место. Златан. Как бы повернулась история мирового футбола, если бы в 99 году Ибрагимович не отказал самому Арсену Венгеру и в 2001 не стал частью вновь набирающего силу Амстердамского Аякса. 2 апреля Ибра был представлен болельщиком, а уже через несколько дней регулярно поражал ворота соперников в разнообразных товарищеских матчах, наколотив в шести встречах суммарно 18 мячей. На протяжении трех сезонов Златан терроризировал эре дивизии, а его Аякс дважды становился чемпионом, а также обладателем национального кубка и суперкубка страны. Последний день летнего трансферного окна Ибрагимович перешел в Ювентус за 16 миллионов евро, а все, что было после этого, история, которая до сих пор продолжается на наших с вами глазах.